Доброго времени суток! Всем вас приветствует канал белорусское пчеловодство прошло два дня после обработки варамором демпушка это керосином с бипином будем сегодня осуществлять контроль на тех подкладочках на которые мы делали промасленные значит контроль сколько клеща сыпалось после обработки в принципе можно это делать уже через 2-3 часа после обработки но связи с тем что мы загружены но по времени к скажем так свободного мало у нас приехали мы через два дня но ничего в этом сверхъестественного нету то есть ничего никуда не денется клещ на промасленной этой подложке он останется ну давайте будем пробовать сейчас андрей вот наведет видео чтобы мы с ним вместе сняли это дно подняли мы вот этот наш корпус ну что мы видим печально здесь все работал здесь тауфлуваленат флювалидез азоу агробиопром смотрите что тут творится после обработки демпушкой после такой заклещованности надо еще раз обрабатывать по-любому это просто страх реально это очень страшно я сам не ожидал конечно такого результата что будет конечно так такая заклещованность ну пойдем вторую посмотрим пойдем обязательно пошли не не включая подходим в карнике к нашей стенденция чем я был сейчас обостровано вот она у нас вот здесь чисто вот то что мы где мы делали смыв андрей смотри поставка мир сюда поближе где мы делали смыв принципе туда же я и не вижу после обработки клеща если честно да тут вообще тут вообще супер да есть вот он один ага ну то есть тут вообще минимально вот еще один должно быть да то что и должно быть в принципе пойдем может еще кручим и посмотрим а для интереса да тогда ходьми еще хотя бы мой отече смотри новая днища где-нибудь вот наверно будет 30 ну давай это но она злоблива потому что это местная сюда уже подсаживали бахтус тут было местно поставим наверно на крышу до соседнего лет мы не могли найти полоски вот они на дне оказались ну что я хочу сказать тоже не такая ситуация принципе нормально все спокойно вроде бы даже на днище это просто нонсенс только оказалось только вроде все чисто ну вот он один лежит второй ну в принципе так визуально третий вот но столько сколько в той семье это просто ступах я конечно я в шоке почему так как ну завтра обязательно сделаем вторую обработку андрей пойдем еще сейчас мы глянем еще одну семью в начале вот это опять же полоски спокойно вроде что-то в той семье ненормально было здесь все хорошо у нас реально единичные случаи то есть реально видно что как бы все тихо и спокойно ну там просто ну вот он один ну то есть нормально нормально сейчас давай посмотрим у нас было двадцать пятая семья была очень сильно заклещёвана сейчас мы поставим это все на место и пойдем посмотрим ее что она у нас это все наше двадцать пятая вот она двадцать пятая семья вот она двадцать пятая семья с у нас довольно неплохо но тоже минимальный Giant hatch Почему-то в той семье так и так, чё склещён так было, а? То есть вообще, вообще очень, как бы, здесь спокойно. Что там с той семьёй случилось, я не знаю. Уже заодно кофе здесь, настоявши, чищать нём. Пум-пум-пум. Да, как бы, немножко нас удивила эта семья, которая там контрольная была, как не кстати она. Но всё равно это доказывает то, что стоит после и полосок, наверное. Да, как Андрей говорил уже в видео, то есть 70% работают полоски с этими препаратами действующими. То есть, ну оно так, ну не 70, но там сильно получилось заклещённо семья. Может она покрепче просто? Может, ну что-то не сработал. Да, всё-таки что-то не сработал препарат, да, совершенно верно. Ну, потому что открыли четыре семьи и три отлично всё, а четвёртая, вот первая вот эта, которую смотрели. Что-то удивительное. Ну ладно, обязательно будем... Ещё раз это говорит о том, что полоски, после полосок обязательно бипин либо водный раствор, либо обработка дымпушкой. Ну вот такие вот, скажем, интересные моменты. У нас видео получились в этом про обработку пчёл бипином, дымпушкой. Ну и, в принципе, смотрите дальше наш канал. Всего хорошего, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok